На лечение в Москву из Махачкалы в столицу доставили восьмерых женщин, которые пострадали от взрыва бытового газа. В Дагестане, к сожалению, указать им всю необходимую помощь не могут. Самолет МЧС приземлился в Раменском. На земле раненых встречали машины скорой помощи и наш корреспондент Анастасия Цепиева. Пятеро из них на искусственной вентиляции легких. Они в крайне тяжелом стабильном состоянии. Трое из них в тяжелом. Доставили пострадавших на самолете Ил-76. Полет длился почти три часа. И перенести эту дорогу из Махачкалы в Москву женщинам помогали врачи и психологи под руководством главы ожогового центра института имени Вишневского Андрея Алексеева. Также борт был полностью укомплектован всем необходимым медицинским оборудованием для оказания помощи прямо в небе. На борту находилось восемь пострадавших и восемь сопровождающих лиц. Пять человек находились на искусственной вентиляции легких. Трое без ИВЛ, но с инсуфляцией кислорода. То есть кислород тоже давался. Какие травмы в основном? Ожоговая болезнь. Сопровождаемая термоингаляционной травмой верхних дыхательных путей и легких. Четверых женщин этой ночью доставили в институт имени Вишневского. Остальных в больницу номер 36. Сколько времени уйдет на их восстановление, врачи пока сказать не могут. У всех серьезные ожоги до 75%. Я напомню, взрыв произошел в Махачкале в банкетном зале. Там, по словам очевидцев, праздновали свадьбу. И во время торжества на кухне это подвальное помещение взорвался бытовой газ. Пострадали 28 человек. Пятеро из них в крайне тяжелом стабильном состоянии.